То, что пишет здесь Баль Сулам, что если бы все сыны того поколения устремились бы за ними, что это значит? Все должны изучать эту науку? Если те, кто занимаются, если религиозные люди в тех поколениях, ты знаешь, о прошлом говорить некрасиво и неправильно, вообще не принято. Ну, допустим, если бы с тех пор мы могли бы исправить себе и войти и добавить в раскрытую часть, скрытую часть, то, что называется, и к Вавилонскому Талмуду, и Шолханару, ко всем этим книгам, которые изучают, еще бы добавили труды Ари, изучение, учение Баль Шемтова, все вместе, то, конечно, мы бы уже исправили себя, мы бы уже находились бы в ощущении правильном, правильном ощущении реальности. Люди не просто бы бросали религию, был период образования, то, что называется, а что там за образование? Нет, это отрыв от правильного развития человека, мы бы продолжали, мы прошли изгнание до 1500 года, все, с этого момента начали бы избавление, как он говорит, что с этого поколения и Даниль называется последнее поколение, то есть надо было начать заниматься наукой Каббала, наукой исправления, наукой света, возвращающего к источнику, все вместе и каждый сам по себе, и тогда и народы мира от нас получили бы некое свечение, и все отношение, и все изменилось бы. Затем он продолжает с этим дальше, но если мы не занимаемся, не как он говорит здесь, намерениями с выполнениями Таин Тора и вкусов заповедей, то есть все вместе, вся Каббала делится на 3 части, то у нас нет части связи со светом. Пока что свет действует в виде бието, в свое время, потому что мы начали время, посвященное последнего поколения, и вместо того, чтобы раскрылся свет, влияет свет, и вместо раскрытия свет проявляется нам как свет, это тот же самый свет, мы просто не можем его в наших испорченных килим оценить. Если бы мы, согласно этому, исправили себя, мы бы чувствовали его отношение все больше и больше приближающееся, как нечто желаемое, как свет. Сейчас же мы чувствуем его как нежелаемое, как тьму, и изо дня в день чувствуем себя все хуже. Посмотрите, сколько с тех пор прошло разных бед и страданий. Прошли ужасные вещи с тех пор. Были и погромы, и Богдан Хмельницкий. Можно, если мы посмотрим на всю эту историческую ось, мы посмотрим, что было. И в Европе тоже самое, и эпидемии, и что только нет. Я хочу сказать, что в этом и есть вся проблема. То есть то, что пока, до сегодня, все те, кто занимаются Торой, занимаются лишь ее внешней частью. И учеба, и в деятельности внешней. Что значит внешней частью? Не ради исправления души. Состояние, когда мы находимся в изгнании, заключается в том, что не исправляем себя, а изучаем без продвижения. И это форма изгнания. Мы должны пройти это, но этот период, он уже закончился в 15 веке. Мы опаздываем на 600 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok